Доброе утро всем! Доброе утро всем зрителям, подписчикам! Доброе утро! Это Беларусь Гомель. Меня зовут Светлана. Сегодня у нас суббота, и всю ночь шел дождь. Я думаю, вам погоду показывать не надо, потому что всю ночь шел дождь. Вы представляете, что на улице. На улице лужи, но на улице тепло. 12-13 градусов. Так что вот такая погода у нас. Спала я плохо. Я и корвалол пила, потому что сердцебиение было 70. И я уже слышу, я не могу спать при таком сердцебиении. 70. У меня сердцебиение 60, 65, но не 70. Я вчера как ни пыталась, и отвлекалась, и смотрела YouTube, и все. Не могу. Не могу. Я даже слышала, как бьется мое сердце. Слышала, как будто оно близенько лежит у меня сверху. Такое было ощущение от этих ударов. Я терпела, терпела. Два раза мерила давление. 120, 135 показывала. Нижняя показывала 75, 80. Это норма. Но сами удары были 70. Первый раз 70, второй 71, но это не имеет значения. Вот. Терпела я терпела. И в час ночи, в час. А терпела, как легла. Легла в 23.00. В час выпила 35 капель корвалола. Поднялась, выпила корвалол. Дело в том, что дома немножко прохладновато. Мне так нравится. Не жарко. Я еще форточку открыла вчера. Идет лупит дождь, а я еще открыла форточку. Чтобы лучше спалось, чтобы кислород поступал. И я, девочки, с открытой форточкой проспала вот до 8 утра. Напроветривание поставила до 8 утра. Сейчас померила. Давление в норме. Пульс 59. Но это было в лежачем состоянии. Я чувствую себя отлично при пульсе 59. Но при пульсе 70. Все. У меня все выскакивает. Вот такая у меня чувствительность. Достала на ночь фарш. Хочу сделать котлет. Чеснока нету. Посмотрела, в холодильнике есть укроп. Залежавшийся. Залежавшийся укроп. И я вспомнила, как я смотрю канал Турецко-Дагестанская семья. Там Фатима, дагестаночка, вышла замуж за турка. И родила ему двойняток. И она, ну, в лох же ведет. И она делала котлетки. И у котлетки у них заведено петрушка, укроп, в общем, вся зелень. Короче, она показывала котлетки. А у котлетки, на мой взгляд, был это укроп. Так вот, я сейчас добавлю укроп. Все равно он у меня в стакане подсыхает в холодильнике. Добавлю укропчик в котлеты. Хуже этого не будет. Хуже этому не будет, девочки, мальчики. Вот, варю себе гречку. Сегодня уже печенку не буду жарить, потому что я ее не достала. Ее надо было достать. Разморозить, а потом, а потом заниматься ею. Это не укроп, это черт знает что. Но немножко добавлю. Я вам не показываюсь, потому что только с постели. Вот только-только, вот только. Подрежу чуть-чуть укропчика. Все равно он подсыхает, пропадает. Там в воде стоял, он трошки подгнивает в воде. Не хочу я его. Если он не пошел, значит, он не пошел. Значит, мы его в котлетке. Я вспомнила про Фатиму. Все. Вот такие дела. Позвонил мне вчера вечером Витька. Позвонил в девять часов. В девять часов позвонил вечера. И говорит, позвони завтра в поликлинику и узнай, какой дежурит врач. А я ему и говорю, ты не мог мне позвонить часом раньше поликлиника до восьми часов. А он набрал мне в девять. Я говорю, ты бы позвонил мне раньше, и я бы позвонила, узнала, кто в субботу дежурит, какой врач. Я говорю, хорошо, жди утром звонка, я перезвоню. А сама же завела будильник, телефон, чтобы не проспать. А то я могу глаза пролупить и в девять часов. А сегодня же суббота, и регистратура работает с восьми часов. Регистратура работает с восьми часов, девочки. И, короче говоря, я у него не спрашиваю, что с ним. Ну, я говорю, хорошо, я позвоню. Я говорю, ты хочешь к Брусневу? Он говорит, нет. Ответил, нет. Значит, что-то, наверное, по-срочному. Я говорю, он говорит, нет, я тебе потом скажу. Вот так вот он мне. На вопрос, ты хочешь к Брусневой, иногда Бруснева дежурит по субботам. Он говорит, нет, я тебе потом скажу. Если бы это было то время, то, вот раньше, до нашей Рогни, вот летом, я бы к нему без мыла в одно место влезла бы и спросила, что с ним, что он хочет. А мне настолько было безразличие, ну, попросил, думаю, позвоню, спрошу, какой врач. У меня настолько безразличие, что я по сию минуту даже не спрашиваю, что с ним. Сегодня утром позвонила ему, говорю, а, позвонила в париклинику. В париклинике сказали доктор Бобицкая. Бобицкая. Вот это новый доктор, у нас же построился новый микрорайон. Булка еще не размокла моя. У нас же построился новый микрорайон и очень много домов. Ну, там небольшой микрорайон, но все равно людей там много. Отошли к нашей париклинике, и поэтому очень много врачей и незнакомых. И сегодня дежурит Бобицкая. Я ему звоню и говорю, доктор Бобицкая, он говорит, хорошо. И говорит, а, я говорю, ты хотел Бруснева? Он говорит, нет. Я тебе, он, нет. Как-то он мне утром сегодня опять сам сказал. Я не спрашивала, потому что мне безразлично, что с ним. И он говорит сегодня утром, я говорю, доктор Бобицкая, ты пойдешь? Он молчит. Я говорю, ты Брусневу хотел, он говорит, я тебе потом скажу. Вечером он мне сказал, я тебе потом скажу. И утром он мне сказал, я тебе скажу потом. Скажет потом, так скажет. Нет, сама спрашивать не буду. Мне до того безразлично все уже, что если человек не хочет отвечать на мои требования, чего я буду интересоваться, что с ним. Даже без всякого интереса, вот честное слово. Даже у понедельника сама не буду напрашиваться, чтобы с ним поехать на КТ. Скажет, поедем. Поеду. Не скажет, не поеду. Фарш, лук, укроп, яйцо там, перец черный. Сейчас булочка отмокнет, булочку добавлю. Скажет, поехать. Ну, намекнет, поеду. Не намекнет, не поеду на КТ. Мне до того стало все безразлично, потому что я такого человека не понимаю. Ты с бабой полгода, если у тебя где-то какие-то проблемы, расскажи бабе, поделись. А так, зачем мне это надо? Скрываешь, скрывай. Как говорят, хрен с тобой, золотая рыбка. Есть такая пословица или подворка. Хрен с тобой, золотая рыбка. Так и у меня. Так что не знаю, что с ним, что он мне вчера, что придел, хочет в поликлинику. Сегодня пойдет он, не пойдет, не знаю. Ой, если бы он пошел, он бы как-то намекнул, чтобы я пришла. Он всегда с намеками. Вот такие вот дела, девчонки. Варю гречку. Есть больше нечего. Все в замороженном виде. До утром мясного и не хочется. Просто не с чем чайку попить. Сыра нету, у меня творога нету. А если нету творога, это нету жизни на земле. Поэтому чай мне, девочки, пить не с чем. Творога я вчера не купила. Я позавчера купила, за вчерашний день я съела всю вот эту вот кругленькую шайбочку. За вчерашний день я съела 350 грамм творога. 350 грамм эту шайбочку. Поэтому творога у меня нет. Чай мне пить не с чем. Поем гречки с маслицем и с помидоркой. В обед вот будут котлеты у меня. Жаль, что я вчера вечером не достала печеночки. Так бы она бы разморозилась. Я бы сейчас на сковородочку джик-джик-джик. Ну ладно. Ладно. Вот такие дела я вам рассказала. Вот. Что буду сегодня делать, не знаю. Включусь, покажусь вам попозже, покажусь, как проведу себя в порядок. Как поем кашки гречневой. Что буду делать, не знаю. На улице 13 градусов руку в окно высунула, как я всегда делаю воздух, потрогаю. Уже после такого дождя без колготочек не пойдешь. Уже надо будет одевать какие-то колготочки, какую-то юбочку другую. Да и уже и в белый не пойдешь как-то, потому что все мокрое, серое. Это если бы солнышко было, еще бы в белой походил немножко. Девочки, так люблю белые юбки, аж вообще, аж уши трясутся. У меня их две. Вот эту, что я ношу постоянно, она на мне хорошо лежит. Вторая, я ее дошивалась до того, что она у меня чуть-чуть узковата. Вторая белая, чуть-чуть узковатая. Но она белоснежно-белая. Она хб, она белый джинс хб. Это у меня синтетика, я ношу ее с удовольствием. И третья, она у меня очень широкая. Она тоже хб, и она растянулась. Ее надо вшить. Ее надо вшить по двум бокам, по два сантиметрика. Что-то она мне стала большая. Вот за том году я носила, в этом году я ее один раз одела в машину. Когда Витька продавал дачу, я у нее сидела в машине. С машины я вышла, она мне так растянулась, она хб. Она так вот бэм, бэм, вот так вот, вот так вот во все бока швили, ну, расширялась. И поэтому надо будет на следующий год ее отдать вшить. Вот. Так что уже будем менять форму одежды. Ой, зевалась. Все, девчонки, отключаюсь, чтобы вас не томить пустыми разговорами. Поговорила с вами, сообщила немножко вам о происходящем. И все, давайте. Девочки, позвонила сейчас Витьке, сейчас с начала десятого. И думаю, пошел он к врачу или нет. И все-таки думаю, спрошу, что у него, чтобы рассказать вам, чтобы сделать, как некоторые говорят, сделать контент. Думаю, расскажу же вам. Девочки, лучше б я ему не звонила. На мои плечи столько легло у матов. Ну, не в мою сторону не сказано, что ты там такая-то и такая-то. А столько разговоров было с матами. И лучше б я тебе не говорил. Я тебя просто попросил узнать, кто работает. Лучше б я тебе не говорил. И на бэ, и на хэ на меня. Ну, не на меня, а такой разговор у него с матами. Думаю, господи. И я еще это говно боюсь оставить. Да я это говно променяю на любого выпивающего мужчину. Пусть он будет выпивать по бутылке чернила и будет со мной нормально, если обращаться. То я поменяю. Нельзя сказать. Света, отстань от меня. Я тебя просто попросил узнать. Все. А, еще говорит. Я тебе сказал, что я тебе потом скажу. Если что, я тебе потом скажу. Я говорю. А если ничего? Он, ну, если ничего, так ничего. То есть, если будет что-то, он мне расскажет. Если ничего не будет, значит, он так и не расскажет. Он скроет об этом инциденте. Может, у него там члена пух, блядь. Так он стесняется сказать. Если члена пух, тогда не к хирургу. То есть, ему не к этому, не к терапевту, а к хирургу. И вообще к урологу тогда ему. Не позвоню сегодня вообще. И завтра не позвоню. И в понедельник не позвоню. Если сам не позвонит, я ему не позвоню. И в понедельник, если дадут пенсию, или во вторник, пойду сама по своим вопросам. Не буду просить. Не надо мне его машина, не надо мне его услуги. Наорал на меня, как на последнюю падлу. Бонит кто-то? Алло. Знаешь, какая проблема? У меня два дня, блядь. Послушай, это сегодня у нас в субботу. Четвертый и пять. Девочки, вот такой у меня ужин. Ой, ужин. Завтрак. Гречка, кусочек маслица, котлетка и помидорки. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. А остальные котлетки еще пока пырхают. Это на ужин, на обед. Всем приятного аппетита. Хочу вам еще рассказать. Хочу вам рассказать, что... Не помню, на чем я остановилась в ролике, что позвонил мне Витька, но там одни маты, я ролик убрала. Там только чуть-чуть на две секундочки, чтобы вы видели, что он мне позвонил. А не я. А то там будут писать, что вы ему звоните, что вы ему надоедаете. Там слышен звонок, и я поднимаю трубку. А то же любители есть обкакать меня. Ох, как любители обкакать есть меня. Ой-ой-ой, сколько же их много, особенно залетных. И не особенно, а залетных любителей. Так, значит, что он мне рассказал свою проблему. Конечно, сегодня, даже если бы была Бруснева, она бы проблему ему это не решила. Вот. Но она только ему направление написала, как и в любой другой день. Его надо направлять либо к урологу и сдавать обязательно кровь на ПСА. Обязательно. Кровь с носа на ПСА и к урологу. Ну, наверное, Елена Викторовна будет лечить его сама, потому что уролога нету. А направлять, наверное, не столь серьезно. Это стандартное заболевание, и поэтому, наверное, будет лечить она. Вот. Ведь это же врачи общей практики. Они лечат все. И колены, и спины, и все, что хотите. Короче говоря, вот такие вот дела. Ладно, девочки, все, раздеваюсь. Читаем с вами газетку. Сейчас включусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok